Какое правило пришлось вести из-за вас? В универе, где я учусь, перечисляли правила в стиле что можно, что нельзя. И одним из них было не пользоваться на парах вейпами вашими всякими и кальянами. Дайте я пожму руку человеку, который принес все-таки кальян на пары. Когда у нас в школе еще не включают отопление, при этом погода очень холодная, в школе тоже, конечно, очень холодно. Обычно учителя нормально к этому относятся и не запрещают сидеть на уроках в куртке. Но у нашей учительницы английского, похоже, какой-то глюк по поводу этого. Поэтому она всегда заставляет нас снимать куртки и относить в гардероб. На одном из уроков я поняла, что действительно не могу больше терпеть. Меня начало сильно лихорадить. Я вышла из кабинета, вернулась уже в куртке. Она начала на меня орать и просто силой стащила ее с меня. В тот день у нас было два урока подряд, и это случилось во время первого. А на втором я снова сидела без куртки, и в середине урока я просто потеряла сознание из-за того, что температура моего тела перевалила за 40. Меня на скорую увезли в больницу, где я очень долго лечилась. Я не знаю как, ведь утром я чувствовала себя совершенно нормально, когда на самом деле у меня было сильное воспаление легких. С тех пор у нас в школе запрещено не позволять ученикам сидеть в куртках. Из-за наших одноклассников ввели правило закрывать окна во время урока, оставляя максимум форточку, а в переменку всех учеников выводить из класса. Так как дноклы вылезали из окна вторых-третьих этажей, прыгали вниз и сбегали до ближайшего ларька, чтобы купить жрачки. А потом либо через задний вход, либо через парадный, либо если оба закрыты, залезали по подоконникам обратно. Ёбаные человеки-пауки. Запрещено выходить из класса в туалет сумками и рюкзаками. Я так домой 8 раз сваливала. Когда я была маленькая, мы с родителями часто путешествовали. В одном из мест мы пошли в ресторан с их друзьями, где на улице стоял фонтан с пластиковыми уточками, которые как-то всрато двигались. Я была очень любопытным ребенком, поэтому я начала их трогать, чтобы узнать, как они работают. И в итоге одну сломала. Когда мы приехали туда в другой раз, через пару месяцев на фонтане была табличка. Убедительная просьба не трогать уток. В противном случае вам придется заплатить штраф. Мои родители и их друзья до сих пор иногда мне это вспоминают. Когда мне было 13, мы проходили диспансеризацию в детской поликлинике. В кабинете сдачи крови всегда находилась куча народу, не считая тех, кто уже сидит и сдает кровь. Стулья всегда были увешаны в портфелях, а кушетка для отдыха была занята тем, кому стало плохо. Я стою в очереди с одноклассницей, мы хихикаем и ждем своего череда. Мне становится плохо, сказывается духота в помещении, и отказ от завтрака из-за правил сдачи крови. Сесть негде, на полном серьезе говорю, что сейчас упаду в обморок подруге. Она, конечно, решила, что это шутка. Я исполнила сказанное. Итог, сломанная челюсть и пару зубов отколоты. С тех пор там висит правило. В кабинет строго по одному. Когда мы были в столовой, мы набрали кучу различной пластиковой посуды. Ножи, вилки и ложки. У каждого были горсти две, которые еле-еле помещались в руках. После того, как ученик заносил свой поднос, он раскидывал две горсти этой посуды. В столовой тогда сидело приблизительно 9 классов. В среднем в классе было около 25 человек. Теперь вы представляете, сколько этой посуды оказалось на полу. Когда зашла учительница, чтобы посмотреть, хорошо ли мы едим, она упала в обморок, и это реально. После этого вместе с завтраком мы получаем отдельный пакетик, где есть один нож, одна ложка и вилка. Таких ящиков, где можно взять их неограниченное количество, больше нет. Поверьте, нам сильно влетело. Мы на отработки месяц ходили. Это было лето между 5 и 6 классом. Маленькая предыстория. В мае я уехала от мамы и стала жить с папой. У моих родителей есть дом и квартира, в которой на тот момент уже почти год никто не жил. В самом начале мая папа принял решение, что я буду жить с ним. Мы до этого разговаривали с ним об этом, так что я согласилась. В начале августа мама предложила съездить мне с ней в Сочи. Живу за 1200 километров от Сочи. Папа немного подумав, разрешил. На тот момент я почти не пользовалась своим телефоном. Мы с папой в той поездке по телефону разговаривала очень редко. До сих пор стыдно за это. Мы поехали, и мама не планировала возвращаться оттуда в мой родной город. Она сказала, что мы будем жить в Сочи несколько месяцев вдвоем. Она нашла нам квартиру, нашла мне школу. Мы сходили в нее. Она звонила в школу, чтобы забрать мои документы. Но когда папа об этом узнал, он лично приехал в школу, чтобы поговорить и с моей классной руководительницей, и с директором. И договорился, чтобы маме не отдали мои документы. Теперь в школе нельзя забрать документы ребенка без согласия обоих родителей. Он приехал в Сочи и забрал нас с мамой оттуда. И домой я вернулась только 27-29 августа. Прожив в Сочи почти месяц. До сих пор я живу с папой. Сейчас я в восьмом классе. Из-за меня было введено правило объяснять во время урока информатики. У нас сей предмет преподает редкостная клуша, которая ведет уроки по схеме, дала практическую работу, дала страницы учебника, вышла на весь урок, поставила оценку, которую исправить уже нельзя. Один раз нам дали задание разобраться с новой программой, по которой никто не бэ не мэ. Тогда я открыто высказал этой клуши, что я о ней думаю. Водили классухи и к директору. Орали, унижали. Но на следующей неделе эта клуша разжевала нам даже то, до чего дед садовец и так допрет. У моей одноклассницы брат коллекционирует противогазы. У них в доме их было довольно много, и она могла подарить противогаз любому желающему. Короче, половина нашего класса ходила по школе на переменах в противогазах. Правила вроде не ввели, но нам запретили носить противогазы, потому что мы детей пугаем. А у нас в школе младших классов нет. Но зато в школе много особенных детей. Это событие, за которое меня ненавидит огромное количество людей, произошло в прошлом году. Тогда меня уграждило попасть в дурку, блять. Меня признали дееспособной, поэтому разрешили посещение. Ко мне приехала мать, и как только мы вышли на улицу, я благополучно эвакуировалась на второй космической скорости до уезжающей маршрутки. Там остановка в метрах в пятиста от моего корпуса была. Ну, охуели, конечно, все. И после того, как меня вернули, в правила внесли изменения, запрещающие выходить из здания. А посещения отныне ограничены 30 минутами. Класс, ха-ха. Кстати, если что, никогда не повторяйте моих ошибок. Бежать нужно было не в маршрутку, а на самолет. Не знаю, считаются ли правила педагога, а не всего заведения, но... Дело было в ПТУ, из-за меня ввели правило, что девочки не могут носить капюшоны. Правда, я как раз так и смогла его носить из-за мигрени. Да, я часто носила капюшон толстовки в классе, но, увы, из-за мигрени педагогу это так сильно не понравилось, что она повесила табличку никаких капюшонов. А когда я спросила, если я принесу справку от врача, что он мне нужен, я смогу его носить. Она засмеялась, сказав, что если я принесу, то да. Важно подметить, учитель напрочь не знала, что такое мигрень, будто ее с простой головной болью. Когда я принесла ей справку, она даже школьную медсестру в класс вызвала, пытаясь улечить меня во лжи. Но медсестра лишь посочувствовала мне и сказала, что я могу брать отвод от занятий, если приступы мигрени будут сильными. К слову, я так и ни разу и не брала их, потому что мне нравилось учиться. Запрет на мягкие игрушки в школе. А все началось с моего кумамо на рукавице из минисо, которого я начал таскать с собой в школу, чтобы немного поспать. После эту фишку с игрушками просекли мои одноклассники, одалживали мою игрушку или же начинали носить свои. После этого подглядели наши ребята с параллелей и довольно быстро подхватили классы младше. Плюс, учитывая, что меня знает вся школа, начиная от уборщицы, заканчивая директрисой школы, эта мода на игрушки распространилась довольно быстро. Спустя пару недель нас не пускали с игрушками в руках, мы начали прятать их в рюкзаках. Но как только игрушки замечали учителя-предметники, то тут же вызывали классных руководителей, которые в свою очередь изымали у нас наше имущество до конца занятий. А возвращали, взяв с нас обещание больше не приносить наших мягких друзей в школу. Конечно, мы все нарушали обещания. Я каталась на аттракционе, который очень быстро вертится по кругу, еще у него есть крыша. Я вытащила руку из кабинки назад, и складная крыша прищемила мне очень сильно руку. Я начала орать, аттракцион остановили, мне оказали первую медпомощь. Все окей, сильные уши поцарапина, просто обработали заморозкой. А потом аттракцион закрыли. Когда я пришла в этот парк в следующий раз, там на спинке каждого сиденья, то есть перед глазами у каждого была надпись «Не высовывать руки за пределы кабинки». В моем офисе было принято правило, согласно которому никому не разрешается находиться в офисе одному с незапертыми дверями. Если вы находитесь там один, двери должны быть заперты, и вы впускаете людей только для определенных дел. Это произошло потому, что я остался один, а ко мне вошел сумасшедший парень, который отказывался уходить и угрожал. В старших классах я посещал занятия по тяжелой атлетике для зачета по физкультуре. Нам сказали, что мы можем принести диск с нашей музыкой, и тренеры будут проигрывать ее через колонки, пока мы тренируемся. Я записал диск с кучей песен из моего маленького пони, и тренер включил его в систему, не проверив предварительно. После этого нам разрешили слушать свою музыку в наушниках. В средней школе я ездил в научный лагерь, и одним из занятий была игра под названием «Умереть драматической смертью». Все стояли в кругу, и когда вожатый говорил посмотреть вверх, если два человека смотрели друг на друга, они должны были разыграть драматическую смерть. Моя тупая задница решила, что когда я умру, я стану жестким и упаду назад. Излишний говорит, что я сильно ударился о бетон. В последний год моей учебы в этой школе у нас был день открытых дверей в конце учебного года, и между двумя мероприятиями ученикам, которые только что вернулись из поездки в научный лагерь, сказали научить нас игре, в которую играли точно так же. Только когда два человека смотрели друг на друга, вы должны были безопасны и тихо сесть. Когда моя мама ходила в спортзал, она подвозила меня в детский лагерь. У них были смены в детском лагере, и одна из них включала в себя игры, в которых нужно было много бегать. Я никогда не умела бегать и никогда не буду, поэтому я просто садилась в кладовку. Это очень злило инструкторов, поэтому они стали запирать кладовку и повесили на нее табличку. Детям здесь сидеть запрещено. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр. Всем пока.